Ну, я вообще считаю, что мэтр не должен грызаться на подрастающее поколение. Мне показалось это странно. Ну, что касается там, что гречка некрасивая, я вообще оставлю без комментариев. Девушки пускай сами разберутся. Ну, вообще, это перепалки не самые лучшие, мне кажется. Насколько я помню, все началось с того, что Монеточка сказала про гречку, что она более трушная, чем Земфира. Но я могу сказать, что в сегодняшней ситуации, наверное, так и есть, гречка более трушная. Земфира слишком погрузилась в пространство собственного величия и гениальности. И мне кажется, это мешает творческому человеку слишком высоко самого себя держать. Ну, я считаю, что у них хороший потенциал, а как вот дальше их жизнь выведет, будем смотреть. Потому что, ну, я много видел потенциальных людей, которые достаточно быстро получали регалии какие-то, и надежды, а средства трансформации потом куда-то пропадали. Я желаю, чтобы эти девочки, ну, как бы, здраво себя оценивали и все-таки продолжали, ну, как бы, вдохновлять сами себя и что-то делать. Потому что в тот момент у молодого начинающего артиста или там сочинителя, когда вокруг него вот эта толпа из 6-60 человек возникает, начинает говорить, ты такой гениальный, ты такой, ты такой, вот это такая западня, в которой многие утонули. И очень быстро причем. Поэтому, если они не будут доверять вот этой лесте, да, которая неминуемо вокруг них сейчас будет скапливаться, будут требовать на их себе и требовать от себя каких-то все-таки дальнейших побед и движений, то у них есть шанс сделать что-то очень большое и у той, и у другой. Я в плане нашествия, я, наверное, отметил бы для себя два, две такие фазы, ну, три даже, наверное, да, три такие значимые вещи, которые в рамках фестиваля нашествия со мной лично происходило. Значит, ну, вообще мы принимали участие, Агата Крис принимала участие в нашествии, она еще самая первая, когда она еще была в ДК Горбунова, еще не было Open Air гигантского, это был просто фестиваль локальной радиостанции, вот, ну, честно говоря, фестиваль – фестиваль. Потом пошли уже какие-то площадки, поляны, вот, но мне любопытно, то есть мне запомнилось очень выступление в 2000, если не ошибаюсь, в 2005 году. Так случилось, что Агата Криси спонтанно открыла третий день фестиваля, то есть нашествия до этого проходили в субботу и воскресенье, а в пятницу люди уже заезжали, а культурной программы не было. Я помню, что я предложил, обычно же, знаете, в составе фестиваля там выступаешь по полчаса, по 40 минут, и это все очень дискомфортно. Я говорю, слушайте, люди приезжают в пятницу, давайте мы вечером в пятницу полноценный сет Агаты Криси сыграем. И с тех пор каждую пятницу кто-то выступает, вот. И действительно было комфортно, мы были одни, у нас была длинная программа, мы отработали, получили полный контакт со зрителем, и люди, которые приехали нашествия в первый день, ну, себя почувствовали перед игрателями. Потом, значит, спустя несколько лет мы открыли также ночную сцену. Это уже было в рамках моего проекта поддержки молодых групп. Вот он назывался «Рок-герои», «Рок-лаб» в разное время. У меня были спонсоры, мы умудрились в рамках фестиваля нашествия сделать красивейшую ночную шоу-программу, то есть уже после работы основной сцены, запасной, где выступало огромное количество молодых коллективов. Все это было с экраном, с большим шоу, не просто уныло, знаете, как на второй сцене во время того, как хедлайнер выступает, и никого там практически нет. А мы сделали такой акцентик маленький ночной. Ну и последнее, это, конечно, прощальный концерт полного состава группы «Агаты Кристи» в 2010 году. Тоже ночное мероприятие, большое шоу, организаторы фестиваля раскошелились, в общем, действительно показали то шоу, с которым мы ездили. Это был очень грандиозный большой концерт, который поставил точку в коллективном творчестве «Агаты Кристи». И мне это запомнилось. Вы знаете, я по поводу молодых музыкантов российских, вот специально не буду ничего говорить, почему. Я наблюдаю много подающих надежд. И не хочу никого из них обидеть, вот выделить кого-то. Но мы сегодня уже говорили про гречку и монеточку. Они действительно сильно отличаются от того, то есть они, в принципе, похожи уже на такую абсолютно новую волну творчества. Во что это выльется, посмотрим. Скажем так, я в течение последних пяти лет ожидаю вот этой волны новой российской музыки, поэзии, культуры, новой российской идеи, которую будет просить из молодежи. Вот похоже на то, что эти две девочки, вот в них вроде уже эта искорка есть. Во что это выльется, не знаю. То есть, скажем так, я все-таки наблюдаю пока еще такие волнения, рябь, но чего-то какой-то большой волны пока еще, мне кажется, нужно ждать впереди. Я убежден, что это случится новая волна. Ну, не рок-музыки, а современной музыки, да, там свободной авторской музыки российской. Случится, но называть сейчас кого-то определенного не хочу, потому что, видите, я уже с высоты, так сказать, прожитых лет. Знаю прекрасно, что талант – это одно, но умение маневрировать этим талантом и отношениями в жизни, а также трудолюбие, это то, что намного важнее этого таланта. Талантов много, талантливых людей много. И очень много талантов, которые не реализованы, по той причине, что человеческие люди не развивались. Поэтому посмотрим, кто из этих детей будет человечески развиваться так, чтобы успешно раскрыть свой талант, а не погрязнуть в собственном величии. Возмутила вся история, связанная с ВАДО, и особенно, даже не то, что вот там, особенно наша пара олимпийская. Про это особо не говорил никто ничего, но просто взять и отобрать людей последние, эти люди грандиозные вещи делают, грандиозные победы внутренние делают, чтобы выступать на этих играх паралимпийцев. И, известно, наши паралимпийцы побеждают там во всех дисциплинах, потому что воля к победе огромная. И вот тот человек, который, так сказать, рост черком пера или чего там еще, просто взял и всех не пустил их, ему это отольется. Что касается волнения, наверное, это была встреча президентов России и Америки, потому что я понимаю, что в настоящий момент от этих взаимоотношений очень много чего в мире зависит. Поэтому я интересуюсь политикой, геополитикой, и я очень бы хотел, чтобы, несмотря на глубокое внутреннее сопротивление в американском эстеблишменте и глубинном государстве, все-таки наши контакты как-то проросли, чтобы мы вышли на доктрину все-таки мирного взаимодействия с американцами, чем на доктрину противостояния.